В этом году ДВФУ принимает заявление на поступление онлайн. Коронавирус внёс свои изменения. Несмотря на это, уже более 5000 вчерашних школьников отправили свои заявки на учёбу в одном из престижных вузов Дальнего Востока. Приёмная комиссия стартовала две недели назад. Текущая ситуация в Российской Федерации, естественно, обусловила определённые особенности, в соответствии с которыми осуществляется приём абитуриента в этом году на первый курс. Ключевым изменением является то, что в этом году можно подавать заявление, не имея ещё результата в ЕГЭ, по сути, на руках. Чтобы поступить в ДВФУ, достаточно просто подать заявление на официальном сайте. Звонки в колл-центр не прерываются. Звонят и взволнованные абитуриенты, и их родители. Специалисты рассказывают про все нюансы поступления. Например, в этом году оригинал аттестата не требуется, только копия. Сам же документ о школьном образовании можно привести, когда начнётся учёба. В этом году все заявления принимаются онлайн. Для этого не первый год в нашем ФУЗе реализован личный кабинет абитуриента, в котором абитуриент путём несложных действий, а именно заполнения своих личных данных и прикрепления в скан-копии документов, подаёт заявление. К слову, в ДВФУ оптимистично настроены и на количество иностранных студентов. Несмотря на коронавирус, здесь ждут большого количества ребят из разных стран. 350 заявок уже поступило. Пока прогнозировать достаточно сложно. Резкого падения, наверное, мы всё-таки постараемся его не прогнозировать и избежать. Но ситуация текущая меняется очень быстро. Как будет наблюдаться развитие и делать сейчас прогнозы очень сложно. В этом году приёмная кампания продлится дольше обычного, до августа. Обстоятельства диктуют. Однако в ДВФУ ждут большого количества студентов. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.